Друзья, привет! Сегодня хочу поговорить с вами о качестве масла, которое можно получить с помощью такого-либо подобного шнекового бытового масла пресса. И поводом для съемки сегодняшнего видео стали ваши многочисленные вопросы, которые вы задавали мне ранее и которые вы задаете мне теперь относительно соответствия масла, которые можно получить с этим маслопрессом каноном сыроедческого питания, то есть соответствует ли данное масло сыроедческой идее, концепции, либо же оно чрезмерно подогрето и уже не может считаться живым растительным продуктом. Ну что ж, у меня мыслей по этой теме много и я вам приведу свои доводы и объясню вам, почему я все-таки использую данные масла. Я на сыроедении с 2011 года, я на преимущественном сыроедении, почему я так говорю, а для того, чтобы никого не обнадеживать или для того, чтобы ни перед кем не оправдываться в случае, если мне захочется ну что-либо попробовать иное. Но это всегда либо 100% сыроедение длительные периоды времени, либо это 95% сыроедение с небольшими отступлениями. Я ем мед, я завариваю травы достаточно горячей жидкостью, то есть кипятком я делаю настои трав на кипятке. Я также употребляю вот данные масла и все эти продукты прекрасно подходят, дополняют мой сыроедческий рацион и никоим образом отрицательно не оказывают влияния на мой организм. И я расскажу вам вообще о своих наблюдениях и о реакции своего организма на данные масла. Дело в том, что так как я уже давно на сыроедении, организм мой перестроился, и он хочет принимать только исключительно сырую пищу, не термообработанную. И если я съем, допустим, ложку столовую какой-нибудь картошки, пюре, то у меня, конечно же, сразу начинается отхождение, да, сапель, какой-то слизи. У меня может выйти герпес на губе и еще какие-то неприятные симптомы. Если, допустим, друзья угощают меня хлебом своим на натуральные закваски, ржаным, хорошим, вкусным, отличным хлебом, и я его съедаю с удовольствием, вот такой вот кусочек небольшой, то на следующее утро у меня тоже выходит герпес как нарочно и может вообще быть такое состояние похмелья, знаете. То есть неприятные совершенно ощущения даже от натуральной, но термообработанной пищи, от любой практически. Но нужно сказать справедливости ради, что термообработка, термообработки рознь. И вот это вот правило, что вся пища подогретая свыше 39 градусов Цельсия является уже мертвой, разрушенной и непригодной в пищу, у меня вызывает сомнения. Я вам объясню почему. Потому что, например, если я беру брокколи сырую, делю ее на соцветия, опускаю ее на 10 секунд, например, в кипящую воду, достаю, откидываю на тарелку, она у меня быстро остывает, и кушаю ее в таком виде. Она теряет за эти 10 секунд термообработки свою вот эту вот избыточную жесткость, она становится чуть мягче, но все равно остается хрустящей. Вот на такой брокколи организм не реагирует, как абсолютно на сырую капусту. Я делаю вывод какой? Что кратковременная термообработка может и не вредить никоим образом, допустим, каким-то растительным продуктам, растительным волокнам, и особенно углеводам и, наверное, жирам. Если, допустим, белок яйца и другие белки, как мы знаем, сворачиваются сразу при высокой температуре, то есть белковые продукты, то, возможно, жиры и углеводы не настолько чувствительны именно к кратковременному разогреву. Также интересный феномен заключается в том, что зерна, которые я, например, проращиваю, даже чечевица, нут и так далее, если их залить прямо кипятком и в этом кипятке их оставить замачиваться, а затем спустя много часов откинуть, то они прекрасно прорастают. То есть о чем это говорит? О том, что вот эта вот теория, что все разогретое свыше, чем 40 градусов Цельсия является мертвым, она, ну, мягко скажем, действует, видимо, не всегда, не во всех случаях, не на все продукты. И многие продукты остаются, видимо, живыми после краткосрочного воздействия даже высоких температур, близких к 100 градусам или даже 100 градусов. То есть кипящей воды обработка не боятся некоторые, а может быть и все растительные продукты. Поскольку, поскольку, я думаю, что мало кто будет спорить, что если уж семечко проросло, то его можно совершенно с точностью считать живым. Оно не подверглось денатурации. Соответственно, я делаю вывод какой? От вареной картошки, например, мне плохо, от вареной капусты мне плохо, но от погружения в кипяток на несколько секунд и употребления потом той же врок или, например, кратковременной термообработки мне очень даже хорошо. То есть организм воспринимает эту пищу совершенно так же, как сырую. Точно так же блюда горячей ферментации идут неплохо. То есть на них такой вот острой реакции, как на вареную пищу, нет. Также проростки, которые были залиты кипятком и потом проросли, употребляя их, ощущаешь, что то же самое, прекрасно себя чувствуешь, как и с полностью сырой еды. Которая не была разогрета вообще нисколечко. И вот с марсел, который получен в результате отжима таким шнековым маслопрессом, тоже прекрасные ощущения в теле, на желудке, как от совершенно сырой еды, не подвергшейся термообработке. Мне пишут люди о том, что отжим масла здесь не может быть холодным. Что здесь масло горячего отжима. Я даже не буду с вами спорить, поскольку производитель не случайно кладет сюда термоперчатку. Потому что когда я достаю отсюда шнек, он бывает достаточно горячим. То есть удобнее держать его такой вот варежкой. Но, видимо, когда мы загружаем сюда сырье, и оно проходит через шнек, расплющивается там, отжимается масло, выходит жмых. Масло бывает теплым, но не горячим. Видимо, вот эта краткосрочная термообработка до не слишком высоких температур не денатурирует эти жиры. По крайней мере, знаете, я привыкла все с практической точки зрения рассматривать и проверять на себе. Если в книге написано, нельзя заливать кипятком проростки, а я, например, залила, и они у меня проросли, то я буду верить себе и своим глазам, и своему организму, который показывает мне, что употреблять такие проростки можно, и они вполне удобоваримы. Если здесь масло подогревается, я не знаю точно до какой температуры, но шнек бывает достаточно горячим. Однако реакция организма на употребление таких масел у меня прекрасная, то, соответственно, почему бы мне не кушать такие масла? Дело в том, что я на сыроедении только ради здоровья, то есть ради своего хорошего самочувствия, ради бодрости, ради своей активности, энергичности, которые у меня бывает, ну, иногда зашкаливает, иногда на среднем уровне, если там я ничего не заболела и не употребила никакой вареной пищи, то, в общем-то, она на высоком уровне. С вареной пищей я менее энергичная гораздо, то есть какая-то есть слабость, сонливость, совсем другое состояние. С этих масел такого не бывает. Эти масла действуют исключительно благотворно, по моим наблюдениям. Более того, если я не употребляю этих масел, у меня может сохнуть кожа, кожа у меня превращается в сухую, она требует крема или еще чего-то. Я это все не люблю, поэтому я заметила, что употребляя эти масла, кожа моя становится нормального типа, как на теле, так и на лице. И эти масла мне очень помогают, поэтому я их ем. Конечно же, я знаю о том, что существуют маслопрессы гидравлические с дубовой бочкой, там, где вроде как не происходит контакта с металлом, хотя здесь металл используется инертный, это нержавейка хорошего качества. Но против маслопрессов гидравлических у меня есть аргумент единственный, да, и неповторимый, что в городской квартире на обычной небольшой кухне, где его поставить, ему нужно много места. Если это частный дом, либо вообще какое-то отдельное строение есть возможность держать, да, для этих целей, то, конечно, все прекрасно, можно использовать его. Но если это квартира в городских условиях и нужен какой-то именно компактный аппарат, который вот по размеру не больше обычной электрической мясорубки, то, конечно же, это вариант отличный, потому что качество масла, как я заметила, вот любому человеку дать масло попробовать из этого пресса и из дубового, я уверена, что никто не различит, потому что я пробовала и то масло, я пробовала и то масло, и что называется, найди 10 отличий, и их я, в общем-то, не заметила. Я думаю, что они по вкусу и по ощущениям в организме не дадут о себе знать, потому что, ну, по крайней мере, я пробовала и льняное с дубового пресса, и семечковое, и ореховое, и то же самое масло здесь. Здесь ни на вкус, ни на цвет, ни на какие-то еще другие свойства масла я не нашла никаких особенных отличий, ни ярких, ни бледных, то есть никаких, и я не могла различить бы их между собой, если бы мне дали как бы попробовать их с закрытыми глазами, то ли можно сказать о какой-нибудь вареной и сырой пищи, да, из других продуктов. И, повторяюсь, реакция организма на эти масла прекрасные, поэтому я причисляю эти масла к вполне допустимым сыроедческим продуктам, ну, по крайней мере, для меня так. Если вот вы, например, попробуете такое масло из шнекового масла пресса, которое подогревалось внутри все-таки этим шнеком, да, и обнаружите у себя какую-то негативную реакцию организма, я буду очень сильно удивлена, потому что ни одного человека с такой реакцией я пока еще не встречала, если только не поставить на специальный режим, чтобы вот именно пахло, наверное, какими-то жареными семечками, пережарить все это, ну, как и от жареной пищи, тоже, естественно, будет плохая реакция. Но если минимально использовать подогрев, который заложен сюда, то никаких неприятных ощущений, я уверена, больше, чем уверена, не будет это точно, потому что ни у кого их не было. А вот разница с покупным магазинным маслом. Некоторые сыроеды, например, наивно верят, что в магазине масло можно купить, вот на нем написано, что оно холодного отжима. Оно лучше, чем вот отжимное вот на таком прессе, что якобы там на чем-то более подходящем отжимают. Вот с тем маслом разница всегда великая, потому что здесь масло ощущается как натуральное, а там все равно, хоть оно и холодного отжима, но привкус жареного точно есть. В лучшем случае, в худшем случае привкус прогоркового масла. Так что, друзья мои, это незаменимый помощник, и, пожалуйста, не надо его дискредитировать, как и, в общем-то, другие шнековые маслопрессы, которые подогревают продукт, да, сырье, в процессе проталкивания по шнеку и расплющивания. В общем-то, ничего, как видим, страшного в этом нет. Как я уже сказала, некоторые вещи прорастают после залития кипятком. И, в общем-то, не нужно настолько узко смотреть на вопрос. Вот 40 градусов плюс-минус, вот это сырое, вот это не сырое. Это живой продукт, это не живой продукт. Нет, это, в общем-то, не совсем так. Я делаю вывод, что кратковременная термообработка многим продуктам не вредит и не успевает их денатурировать. Соответственно, они остаются живыми и вполне натуральными и полезными для здоровья. Друзья мои, я обязательно жду ваших комментариев. Жду, что вы мне скажете по теме данного сегодняшнего видео. Как всегда, ваше мнение мне услышат. Очень интересно, если у вас были негативные реакции на употребление такого масла, напишите. Ну, а я прощаюсь. Пока-пока. Продолжение следует...